Взять это к экстрему и смотри на фейсы, даже как, его стерн, как в прегейме, я в зоне. Я в фокусе, он уйдет. Этот человек просто чирный, в ролл-ауте или бамп-ауте. В основном, клипсы, которые мы имеем в первом геоне, мы говорим, что я никогда не видел. Он был в зоне. Коля, Фанатик выбрали опять в красную сторону. Посмотрим, как у нас драфт поменяется. Я думаю, что есть два варианта драфта. Или мы не ферспикаем Камил, или мы не пикаем третьим пиком Риану, и контрпикаем соло. Чем мы хотим, допустим, талоном. Возможно, я так думаю. Да, тоже не удивлюсь, если Фанатик взбанит. Так что это с проводом произошло у топера. Твой формат будет 105. Запись стрима, да, конечно будет, она всегда есть. Какой рост у Реклса примерно? 185 где-то, да. Он повыше меня. Не будет ферспик Камил, скорее всего. Я так думаю. Будет ферспик Аша, возможно. А не, будет так же, окей. Тогда мы не пикаем Риану. Или мы вообще можем оставить все то же самое, только просто отыграть лучше. Нас тоже устроит. Пока все то же самое. Пока как будто повтор идет. Что на руках у Реклса стоит. Бинт, который из-за того, как он крепится на тело, меняет функции некоторых мышц. Все то же самое, окей. Нас все устраивает. Мы просто отыграем его в шоке. Мне это нравится. Мне это нравится, честно. Обычно, обычные игроки паникуют, когда проиграют, что драфт не то, то, но сё. А тут мы наоборот, наверное, говорим, что, блин, в драфте все хорошо, только вот... Только вот реализация оболняющая. Мне это нравится. Ой, вот это, вот это просто не похоже на нас, но мне это нравится. Молодцы. Мы, возможно, Каллисты не будем банить. Мы, возможно, хотим сыграть с Каллистой. Хм. Замыть трим английский. Так, конечно, не буду комментировать, ребятки. Мы с вами смотрим и анализируем все. Да, Леон Хэрр, ты намного лучше объяснил. Спасибо. Почему тебя до них взяли? Меня туда взяли, только вот Виза меня туда не пустила. Да, Степан, ты прав. Нужно две команды. Зай Рокки. Каллиста опен. Окей. Это очень интересно. Мисси смеется, потому что сейчас ты не очень хочешь пикать Калисту Ванни. Ты не очень хочешь пикать Калисто Ванни, и они возьмут Калисто Ани. Окей, окей, мне это нравится, мы не байтимся на это. Они хотят заставить нас с пиком Ани взять Калисто, чтобы мы им не отдали. А что Мисси хочешь взять? Ничего не придумывай. Бери то же самое, браток. О, и что-то он новое берет, не? Не, фу, слава богу, я уже запаликовал, думал, у Мисси сейчас что-то в голову пришло интересное, не-не-не, слава богу, у нас композиция 1-1, как и прошлой игры. Твич так же. Ани Твич, блин, просто фанатик это нечто. Ани Твич Брутлэйн 2016 год. Сколько тысяч заготовок, там их немного. Лазанья, Лазанья, пошли в ТС, не? Порохнем. Почему Карма, а не Лулу? А зачем здесь Лулу? Да че здесь Лулу? С Кармой Лэйн намного сильнее. А я же, Карма считается самым сильным Лэйном. А, там 1 на 1 турнир, давай Лазанья. Серега, потому что проблема была не в драфте, проблема была в реализации. Они четко знают свои ошибки и сейчас постараются их исправить. Ребятки, так же не забывайте на каналчик подписываться и на группу, я вам буду очень благодарен. Ну что, давайте. Я надеюсь, что нас щас не зачистит на первом лавре. А то Ани может сам нас так, как Грага с Ешки щас даст какую-то тикнуть через стену, и жопа. Но это не так, как Грага с Грагомом. Так что, если вы стуну, то есть, если вы стуну, то есть Кокун. Но это же самое. Фнятки не хотят просто победить 2v2. Они хотят для поддержки, которые могут создать игры с Джонглой, с Ирллиан Солнцем, с Грага с Телепортом. И мы видели это в последнее время. Ну, Фнятки получили все игры они нужны в первом лавре. Грага с Телепортом. Они ведут против чемпионов Г2 Еспорт. Голд клаппы, как фанатик играет Ани-суспорт. Возьмите на рифте. И если вы думаете, что Ани-суспорт это большая сюрприз, давайте посмотрим на это левел 1. Потому что я просто заметил, что Ани здесь, конечно, очень сильный левел 1 чемпион, это на топ-лей. В этом моменте. Грага с Телепортом. Что это значит? Это может значить 2 вещи. Один, Джессис только здесь, для левел 1 шенанигансов, и он будет идти к низу. А, окей. Или это значит фанатик, что за левел 1 лейн-суспорт? Потому что теперь этот твитч идет на топ-лей. Я имею в виду, что лейн-суспорт... Давайте попробуем понимать это, да? Все, что лейн-суспорт уничтожили, это потому что цена получилась в трейд-сценарии, где топ-лейн-туррот и танк здесь не стоит того, что вы потеряете на топ-лейн-турроте и вы всегда получаете на топ-лейн-турроте на топ-лейн-турроте Однако, если мы спринкли трипл-биф и ранее лейн-кил или джунгл-инвейд Это лейн-суспорт ВАТТАФАК Если это исследованы очень хорошо, то может Фннэк Потому что никто не ожидает спальши инквизиция Они не ожидали этого Они не ожидали Джесси и Рекллесс в топ-лейн-турроте в топ-лейн-турроте Требл, ты должен быть готовым скоро Я не видела это Камера топ-лейн-турроте Ни-суспорт Не ожидал это я не ожидал Ни-суспорт и Фннэк и Реклесс это сколько-то ни-суспорт ни-суспорт в чем-то в северной не готовится мы не видели обезболинга с лейн-турроте не могут... Так führen Реклесс И Жезис нам нужно ДАФОК? Они просто отдают крипов на боте? А зачем? Это просто лейнсвап Но смайт есть Что соус делает? Что соус делает? Спасибо соус Что происходит в этой игре? Мы уже вышку забрали Что происходит? Алло Там же Тауэр Протекшн на топе Они не могут топ забирать Там топ 0 демэджа получает Спасибо, я не знаю, типа Если мы правильно играем, это фрикатка для нас Камилос 650 золота, просто легчайше Что они делают? Это им вообще не ворс Фанатик Если я делаю это лейнсвап Если я делаю это лейнсвап То есть это лейнсвап Запушиваем Запушиваем Отправляем даблу на боты Все Отправляем дабл Звен Ок Все Все Камилл забирает пачку Идет на топ Нам надо линию ставить 2 на 2 Пусть Камилла против Грагаса стоит У Камилла там уже косарь на бэке Ну На миде в этот раз все нормально Как прошлое закончилось Фанатики выиграли первую Фанатик 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 Фух Клинц, конечно, это точно нужен А что мы А что мы не хотим свапнуть Что они будут продолжать симптом Но если Как все плохо Ой, как все плохо. И мид не запушен. Надо было свапать обратно. Блин, вот это интересная игра для того, чтобы ее просматривать команда вместе. Блин, то, что мы вышку потеряли, это плохо. Блин, нам бы сейчас Карму с твичом против Ани... Ой, Карму с Сезерленом против Кармы и твича... Ой, Карма. Ани и твича поставить. Фривин был бы. Я так и не понял, почему они не свапнули обратно. Да, это был очень короткий тренд, ты знаешь? Ну, Франатик будет получать свой первый тавер. Двлф привезли этот тренд обратно. Да? О, да, это правда. Смартный, очень смартный. Серебрый игрок, я думаю. Теперь я хочу поговорить о лейн-свапах, потому что я забрал эти лейн-свапы Найс. Хорош. Сурвейдер прохнули. Отлично. Что у них трансляция? Кукошечка. Че это за лаги на секунду обратно? Ялустар? Ялустар в пассаже. Ялустар? Ялустар в пассаже. Потому что Франатик получил тавер. Он всегда защищает лейн-свапу. Да, Франатик получил тавер, потому что эта лейн-свапа могла уйти так быстро. Так что они встали тавер. Они только потеряли первую турцию. Голд. Вы видели сейчас. Они встали впервые и вернули в лейн-свапу. И это сейчас очень-очень просто. Самое важное ресурс в лейн-свапе Это, в самом деле, опыт. И он не показывает на экране. Так что это очень сложнее тракать. Не, 5-свапают, окей. Нас же это устраивает. Зачем они сейчас тавят так? Или они лейн-свапу хотят? Ну, 3 на 3 для нас намного выгоднее. Блин, конечно, то, что у капса всегда преимущество и мид-правер, Тяжело так добирается. Тяжело так добирается. Теперь Митти, эээ... Садит для него. Да, Камила фрифарм получает неплохо. Он украл на мапе, он на левел 4. Он украл на сайте, его работа закончена. Да, его работа закончена. Да, играй на лейн-свапу. Свет, не забывай. Это проблема. Парен, почему ты можешь лейн-свапу Это для фуннел-эксперименса. Мисси, что за кушки? Мисси, зацелтованная какой-то. Но он не получил большую кушку. О, они собираются топ-тай что-же. Я без понятия покерскаун. Пацаны в 7-же серии, да, они не прошли как шальки. И даже в плейф не прошли. В релегейшн. Он предсказал. Познавал, отменять надо. Не? Грейс еще пятал лаву. Перкс не утонул. Кабс даже сам лавки не нажал. А, Сос, кстати, предсказал флеш Перкса. Это хорошо, очень от Солса было. Это было... Это найс было, даже очень. Смотрите, как Солс класс сыграл. Это правда. Но Броксси не делал ничего в этом гейме. Извините, я могу добавить что-то другое. Но, эээ... Хорошо, они убили, Митч. Спасибо. Их ты, вы все. Эээ... Что вообще удивительное? Что удивительное для меня, то, как Фанатик, после давления первой тавера, когда Гидракча получила возможность идти дальше, ставить Звена и Митча в ботом лейне. После того, как Звена показала топ лейн, Фанатик знал, что это все для нас. Мы можем вернуть. Мы можем победить эту лейну тоже. Потому что тогда мы видели, что Фанатик играет по карте, Грейс должен был быть на боте с Камилой, допушить лейн до конца за Т2. Сейчас мы много фарма теряем, если Грагос там не запушивает АФК. А, просто потихоньку пушит. Я этого не вижу. Сейчас Камиле нечего делать просто. И у них сейчас есть ТП при эрити, и мы ничего не можем сделать. Мы должны идти вместе, но мы не можем агрессивничать, потому что Грагос в любой момент может топ нажать. Они обязательно практичат немного больше, и несколько видов практик, или практик, которые помогают тебе в лейн, потому что ты вспомнил все эти маленькие треки, и темплы, и вещи, которые ты должен называть в первом игре. Я не знаю, что мы сейчас должны делать. У них мид при эрити всегда. У них соул всегда может выходить первым. И у Грагоса есть ТП. Грагос может запушить, они будут давить. Мы должны бэкаться, мы не можем даже пойти вышку побить, когда у нас есть приоритет на топе. Что? Что мы сейчас делаем? Мы отправляем, мы даблу также на топ отправляем, да? И Камила пойдет пачку на бот ловить, ладно. Нам надо красный джангл свой забрать, потому что они сейчас приоритет на миду, и приоритет на боте будут использовать, если Лиза могут пойти. Они запушили сейчас 3 линии, и Лиза может спокойно идти в наш красный лес, и забирать все с командой. Он всегда был очень хорошо от взрыва, и делать какие-то этих плей, как он, но сейчас мы не можем идти в красный. Если Паня была фейкером, Аня бы прибежала просто на наш красный. Но они не используют эту возможность, они прямо сейчас должны были уже забрать красный нас. У нас намного сильнее бот лайн, мы это никак не использовали, это ужасно для нас. Он знает, что когда они потеряют, он может умирать в секунду. Участливо, если он не потерял, это кажется, что мы будем немного лабораторить, но мы будем лабораторить, но мы будем лабораторить, но мы будем лабораторить. Вот в этой игре, на самом деле, очень плохо, что у нас сейчас камил. Нам бы всякие наутилсы были намного полезнее. Флэш, Найс. Минус миссия, минус стрик. О, 5-мэн шоквейв. Эзрель нужен. Эзрель, где Эзрель? Эзрель, где Эзрель? И Свен не двигается, он просто сидит в топ-лейне фарминг. Это слишком поздно, чтобы делать все, и это почему Фанатик может дайвать между двум твердами. Эта игра сумасшедшая просто так. Блин, это очень плохо. То, что для нас происходит, это очень плохо. Это нереально плохо. У них пачка еще отличная на боте, которую они подхватят. А что Солс делают? Окей. Солс просто инфизит как модно. Спасибо французу за это. Не, он конечно механически хорошо играет, но... Иногда он инфизит просто как скотина. Нам надо пачку на боте сейчас использовать, пока мы знаем, что они будут подбирать. Мы можем пойти Т1 на топе забрать. Вот прям щас. Прям щас мы должны идти забирать Т1 на топе. Запушивайте. Мы знаем, что кто-то пойдет... Ну, есть игра... Ну, игра... Ладно, у Грагаса ТП есть. Черт. У них опять ТП приорит. У них опять ТП приорит. У нас опять. У них нет войска. Они знали, что люди потеряли, но это Флэш Тиббер из Jezus. Это мечта. Прямо три. Хорош! Красавчики! Контерганг, бойс! Реклас фейспалмит. Так тебе и надо, швед паскудный. Найс, найс, найс. Хорош трик. Контерганг, бойс. И это Т1. Шикарно, все. Игра вернула свое русло. Супер-супер-супер-супер. Все равно потно будет очень. Так как щас открыта карта, там где нету Т1, танками быть намного профитнее, чем сплитпушерами. В ближайшие 15 минут, до тех пор, пока сплитпушер не отскейли танка, могу вам объяснить, что происходит. Допустим. Ну, щас мы соуза досмотрим. Вот, допустим, Т1 нет на боте. И танк, допустим, запушивает. Вот соуз, допустим, запушивает сюда. И у него есть время, пока линию экспекта обратно отпушит, и линия будет идти уже вот сюда. У него есть время пойти, там где-то 40 секунд, побыть своей командой, забрать вижен, пофейсчекать и даже заингейджить. Поэтому танк профитнее за то, что танк может и заингейджить, и задизингейджить, и фейсчекать. А когда у вас нет ни одного танка, вы не можете использовать этот преимуществ, когда нет Т1 вышек, и у вашего топ лайнера есть время сгруппироваться. То есть мы должны сгруппироваться полностью в пятером, и всегда есть риск фейсчека, что не трапует. И поэтому в данный момент такие пики, как Грагас, Маукай и Наутилус в данной игре были, ну, есть полезнее, чем Камила. Хотя Камила еще как бы сплитпушер с контролем и с хорошим ультимейтом, как бы это не худший вариант. Ну, скажем так, Фиора, Трандл, что-нибудь такое было бы совершенно бесполезно. И потом они потеряли этот маленький трейдер. Почему они... Не, я к Рекласу очень хорошо отношусь. Мы, кстати, с фанатиками в один зал в Берлине ходим. Только не раньше, Реклас ходит сумасшедший. Реклас в 8 утра в зале, когда у них скримы в один вечер заканчиваются. Я так чувствую, что он после скримов сразу спать ложится, когда все остальные с волковой играют. Особенно для фанатиками. Моби Бутс, Анни. Комет о легенде для капс. Моби Бутс, Анни. Это новая фанатик-лорка. Снимай талоны. Управь ваша оппоненту с убитой. Где-то в лейне. Они не ждут. Нет, это просто... Если вы увидите, то я всегда скручу. Да не, я уважаю очень Реклас. Реклас монстр. Ты должен всегда осуществить, что они в твоей лейне. Ну, это... Это тренировки между двумя командами. Найк, ультанул. Ну ладно, это вышка. Мы опоздали чуть-чуть. Не? Он Ешку давал. Убейте его. Хорош. Найс. Играем, играем. Смайт есть? Нет, Смита. Ладно, это было плохо. Мы потратили две само норки. Топпер умер. И башку отдали. Это их объектив было. Надо было просто отдавать. Эзрили не было еще. Если бы Эзрили был, мы бы смогли хорошо подраться. Не, Сос не ходит. Из фанатиков ходят Брокса, Реклас и Купс. Это тренер второй команды. Мистер Ралли сходит Кикис. Это они вместе ходят. Иногда ходят вечерком Кап с этим. Кап с Роди-1. И все. Нафиг Орина ульту на Крипов слила, чтобы зачистить волну перед тем, как они вышку могли забрать. Он пытался вышку спасти, ультанув Крипов. Он все правильно делал. Для простуры он чуть не хватило. Или мана на вышку, я не помню точно. И для исторической организации, как Фанатик, какие-то фаны, которые могли бы потерять, пришли вернуться к Криду так быстро. Мисс коммуникация была, Рейкинзен. Я с тобой согласен. Но не факт, что они смогли подраться за вышку, если бы он не утонул Крипов. Потому что он выиграл время чуть. Они определили, кто и что европейский ЛЦС был. Они были одним из командов, которые определили это. Они были. Я говорю ЛЦС. ЛЦС. Да, это время. Давайте не поднимемся, господи. Нет, не так. Я с вами был. Открыли ЛЦС. Ну, они решили что-то. Они решили что-то. Они решили что-то. Они нашли. Они нашли. Это что-то, они заявили к Криду. Это что-то. Я нашел. Как фанатик, обнаружил успеха. Это действительно очень интересный стиль. Не могу струкнуть это достаточно. Это было очень вкусно, чтобы, верно, вспоминниться. Но, чем крупная версия Лейнс-опа, не похожа. Но, все было очень красиво. Но, все было. В основном миссии трик кое-что делает и извин, а так все говорят почти, но меньше всех говорит Перкс и Экспект. Они в основном по своим линиям и что они могут сделать. Кто бы изменил в вашем драфсе, смотря сейчас на игру, поменял бы Камиллу на Наутилусу. Если игра идет так, то Наутилус был бы намного полезнее, в десятки раз полезнее, чем Камилла в данный момент. Давай я напишу проблемы с визой, смотрим дома Ни хрена себе, 560 человек смотрит Может он может поспорить какие-то слова визы, если он будет в линдере В Сезем 2 мы сделали это, должны сделать это же Я думаю, как это игра работает, слабо, для остальных Г2 Да, мы должны ходить на противнику, чтобы убрать их Возьмите Элистар джунгл Попробуй смотри Что значит, что отколить? Управлять? Говори что делать Фанатик, продолжай смотри, это игра, фанатик делает хорошие движения Да, смотри на Визион, что это значит, Брэ? Визион, мы не виноваты, но они борются на волны Возьмите сплит-пуши, это положительный момент для Г2 Он должен отбирать кого-то обратно Ладно, давайте, вот сейчас У меня Камилл, вот сейчас Камилла возьмет Второй айтем, Титаническую гидру И Камилла уже станет полезнее Мы опять не допушиваем волну до конца Ладно, он не может допушить Ты еще тренинг 2, да Лука по хардкору вообще, Клинтс Клинтс мерки я стал с Койсас собрать В контроле вообще стоять не будет Ну, в Койсас не нужно, конечно Но они знают, что он любит сплит-пуши И они пытаются сплит-пуши И они пытаются сплит-пуши Да, там есть Молодец, Флэш на всех, кстати Не, это лучше, он монстр какой-то, блин Рэклесс, пожалуйста, не верю к Титани Хил прожал, Бодрак прожал, окей Блин, мы Флэш и Хил потратили, правда И по темпу на миду и на боте програли Эткил нам ничего не дал по карте Абсолютно ничего На данный момент Кто в пачку на боте пойдет Камилу ловить или Эзерель Мискоммуникация какая-то идет Они вдвоем будут почему-то Изверг катастрофа двигается А, нет Ну, попался, Рэклесс Заверстанет все бывает Пожалуйста, лодочку, не пожалуйста Не, Скинь, я не хочу сейчас об этом Говорить Как обязанности распределяются Мы решаем то, что делают Иногда некоторые обязанности распределяются На это все Ну, самое проблемное Это, чтобы получить Более-менее контроль над картой и над рекой Надо забрать Т1 вышку Чтобы забрать Т1 вышку, единственный вариант Даблу поставить против их Даблы И Камилу поставить против Грагоса И постараться одновременно Запушить две сайдлини И сгруппироваться на Ну, одновременно пойти с двух сторон на мид Тогда, когда Ариана будет пачка Но это сделать весьма тяжело и рискованно Потому что Лесника вы можете взять только на одну сторону И вам надо будет играть В русскую рельефку на другой стороне Надеяться на то, что Элизи не придет Ну, щас Щас надо придумать, как мы можем заколапсить Вот щас, вот щас они делают ошибку Они, они группируются ради Вижна Эзра или Карма запушивают топлайн, Камилу запушит бот Тогда мы можем сгруппироваться на виду Щас у нас есть возможность это сделать, только Вижна у нас еще нет Надо это делать дважды Первый раз для Вижна, второй раз для реализации плана Но вот мы еще не отпушили толп Мы чуть не синхронно играем в плане сайдлини Вот следующую пачку тоже на топе надо пушить Но так как у них Вижна есть, то мы это сделать не можем Они как уникорнцы практически играют Просто запушивают и кемпят на пеньке То, о чем я говорю, вот смотрите Вот был бы щас на Утсилус, не Камилу То фанатикам пришлось бы намного страшнее Потому что даже если Камилу заингейджит Ее можно ваншотнуть за стан Грагас в это время запушивает Сейчас будет, возможно, ну я не знаю Пойдут ли они играть вокруг дракона или нет Они, возможно, это будет Давление реализует, что взять дракона Грагас запушил, Камиле придется идти ловить пачку В это время Грагас группируется с командой И весь Вижн, который у нас сейчас есть на бароне Они его заберут обратно И я вот не понимаю, мы, возможно, сейчас будем брать барону и трейдить Возможно Окей, мы делаем ее Это у нас не похоже, я не понимаю, зачем мы это делаем Это на Г2 не похоже Мы выбили ТП, окей, у нас ТП приорит, ладно Теперь нам будет проще делать Теперь мы можем гейджить Теперь Грагас больше не сможет так далеко запушивать Потому что у Грагаса ТП не будет Теперь у нас будет преимущественно с этой линии Сейчас надо делать все то же самое, только опять Это было хорошо, мы выбили ТП Мы началом барона просто выбили ТП с Грагаса Но он, на самом деле, дал очень рано ТП Ему надо было подождать, он поспешил Я думаю, мы все равно не заканчивали и отошли бы Мы бы не играли бы в 50 на 50 Оушен для них Оушен уже не так важен, как в начале играли Потому что это как они обычно оперуют Сло-пуши 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 И поэтому все, что мы будем делать Потом в верхней части карты Будет оказывать на них намного больше давления Потому что они понимают, что это 4 в 5 Нам надо запушивать ТОП уже Уже, вот мы поздно Мы опаздываем уже на верхнюю вышку Нам надо было попросить Тезереля пойти на ТОП А Грейсу запушит МИД Если мы хотим МИД запушить И опять, ТОП запушит в нашу сторону, бот в их И мы не можем лицевать ТОП преимущество Прямо сейчас Камила должна была группироваться с командой уже Но перед тем, как группироваться, нам надо запушить ТОП Мы опять ошиблись Потому что пачка была бы здесь, пачка была бы здесь Им приходилось бы ловить 2 пачки одновременно Это было 5 в 3 При условии, что у них нету Ну, так у них еще нет телепорта И сейчас, вот мы ничего не можем делать Вот видите, вот только что мы профукали окошко Потому что Эзерель пошел запушивать И стал, чтобы забирать Вижен Потому что до этого мы две линии пушили Ой, мы одну линию пушили вдвоем Граг, кстати, решил резет над вейф Это правильно он сделал Потому что он сейчас в своей команде намного важнее Так у него телепорта нету И он не стал запушивать, чтобы у него было больше времени Он сделал там слоупуш в их сторону, если не ошибаюсь Он готов жертвовать фармом ради того, чтобы у него ситуация по карте была лучше Сейчас из-за того, что мы ошиблись У нас должен быть Вижен, а у нас нет Вижена Сейчас они и в пятером На них нет никакого давления Мы не можем реализовать телепорт приорити И, кстати, мисси только что флэшн Тиберс очень хорошо Это не очень приятно драться против Орелин Солок Хотя про Твериану тоже Если бы мы вдрались там, мы вдрались на их Вижене Репто что-то готовится Блин, у Твича новой стелс, конечно, что он все еще У нас времени сейчас не так много, конечно Ну, мид-вышку, эээ, мид-пачку мы вместе забрали Теперь, пока эта пачка не подойдет, у нас есть время поиграться с этими Виженом Интересно, что мы сейчас будем делать У нас хорошие, у нас очень хорошие пауэрспайки У нас пауэрспайки очень сильные Но у них тоже с этимизацией все нормально У них только малита нету Хотя, мне кажется, что у нас на звенье достаточно много золота сейчас У нас есть Вижен, и у них пачка запушена Мы сейчас по темпу намного позади, чем они Потому что мы допустили эту ошибку стоп вейвл Мы его очень поздно начали запушивать Флэш Окей, флэш выберем Бот, 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 бот будет запушить У нас есть ТП, Экспект должен обвязать на бот уже На бот, на бот, Экспект, пожалуй Мы на мид-тауэр идем? Окей, все равно это хорошо И потом он на бот пойдет Или он уже на бот идет, окей Нормально Фанатик сейчас ошиблись Они пингают ТП Они только что пинганули в арте наших псих, и они думали Грагасу сделать ТП сейчас наказать за это Хорошо, что они сделали Вот, сейчас то же самое Сейчас они начинают барона, чтобы выбить ТП с Экспекта Ну, один в один ситуация Он ТП с-то тоже рано Они сейчас так же уйдут Команда играет одинаково Они только увидели, что мы ТП симся, сразу отменили барона Развели НТП, сейчас у них ТП приоритет Но у них, как я уже до этого вам объяснил Это используется намного проще Потому что Грагас в разы полезнее При такой игре, чем Камила И мы должны будем драться, если мы хотим чего-то получить Рано или поздно нам просто придется драться В тех условиях, в которых они хотят Потная, потная игра очень Блин, покажите долу, ты мне разу не показали, блин, бедный Янгбук Карл Стан, да? Да, Карл стоит, смотри О, это совладели с Джиту, Янс Он запушит эту пачку, бэкнется, пойдет опять сгруппируется Там, кстати, сейчас протебел будет Элиза Хамила Грагаса просто кабину может сломать Ну да, но он не может, потому что линии запушена, нет никакого контроля Тут может быть Твич и Лиза Ммм, я надеюсь, Тэкспект не умрет, потому что тут и Лиза тоже может быть Не прыгай, не прыгай, ммм, есть игрок Найс, все? Рэккласс без льты Что, Целот там делает, эту игру смотрит? Он еще Лол играет, Целот владелец Г2 Да, если что Владелец Плюс Тео Мне не нравится, что у нас мало... А, нормально Блин, Энгейджи никого про меня... О, пошли опять сгруппу Ну, окей, 50 на 50 барон без Рэккласса Не очень приятно, но Рэккласса такой долгий стелс будет, надо Энгейджи сразу же, надо сразу же Энгейджи Блин, Твич так вовремя придет, как раз на клинап Горный дракон, ой, у нас позиция ужасная, это плохой колбок Минус репл, минус вышка, блядь, как все плохо, Т2 Найс, или не найс? Не, не найс Экспект затроллил неплохо так Ты не можешь так за Камилу влетать, когда у нас нету никакого пулуапа У нас Шоквейва и Риана не было Минус на Шор, да? Но мы отдадим на Шора, мы не пойдем драться Только стил, у нас ульты Рианы нету, это Блядь не забрал Ладно, кстати, а, и Трик даже не засмайсел Хорош Ой-ой-ой, как не повезло, блин, Капса было бы очень хорошо бить Но фанатик придет Барона БЛИИИН! Кап сидит, ровлен Звучит музыка. 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 Горного дадим. Вторым визуем? Хорошо. Два Монтейна, это полезно. Мы, возможно, сможем с Никки Барона сделать быстренько. Ребят, тут вообще проблема не в том, кто слабо играет. Тут команда неправильно играет. Из-за того, что Фанатик так начали с самой первой минуты, в тот стиль игры, которого вы не видели уже полтора года, очень тяжело играть против такого. Тяжело адаптироваться. Адаптация не лучшим способом прошла против такого стиля игры. И их композиция при такой игре оказалась намного не лучше, намного проще в плане реализации. Это тренинг-два, да. Один из. Не главный. Главный тренинг сам. Как часто Квинтон и Билл Кэсси берут? Не знаю, я статистику точно не знаю, но много лесников берут. Я знаю, Мемента играет, Брокс играет, Трик иногда играет, Янгс играет, Херхи играет. Много лесников играет. Зависит от патча еще, конечно, от эксплит. Там эксплит, считай, в джангле те распоминают, и все оно будет бесполезно. Потому что красный в России, красный в России Краб, это 3 лаву. Вот поэтому берут Квинтон. Флэшится будет? А, не, не будет, флэша нету. Камилу вот так можно использовать. Камилу сейчас сильная очень, Грейс очень сильный. Ариану вот став нужен. У нас хорошие пауэрспайки. Несмотря на то, что мы проиграли 8000 золота, мы можем тифайться при правильном использовании ультимейта Ариана и Камилы вместе. Это финал или полуфинал? Это полуфинал. У нас тут приятный. Начинаем. Начинаем. Один шок-вейв, а потом Перкс говорит, да, это мой пауэрспай Ориану. Я буквально победил последний тимфайд. Много сквиши-мемберов на сайте Фанатик. Броксат слегка получает немного МР, как он хочет выполнить его билд. 5 итемов для Реккласса, это ужасный твич. Так что если он не получает шок-вейв, он инстагиб, вы можете видеть его спрея и спрея. В большинстве G2. В чем смысл пика тогда сложно? Скажем так, возможно, в другой игре, при другом развитии, в начале игры, их композиция была по сложности такая же, как и наша. Кстати, нет, ладно, их композиция проще всегда. Наша была такая сложная в реализации. Как бы, когда игра затягивается, и твои топ-лайнеры в начале не так много фармят, а у тебя спидпушер, который должен скейлиться, у него забирают фарм, у него забирают опыт, то та стадия игры, где вы хотите реализовать ваш шок-пик, в нашем случае Камилу, но он наступает очень поздно, но только сейчас он наступает. Ух, это может быть ингейдж, если он был настоящий шок-пик, а сейчас в игре. Ух, это может быть ингейдж. Жеззер будет стрик. Ух, Реклес просто, конечно. Минус. Найс. Найс. ОК. 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 корейца да топпер или сник у твича айтимизация сумасшедшая твича вообще нельзя давать жить надо твича фокусить там четыре айтима я бы на месте рэкклса просто жоню бы собрал перестоять аж только два это ского региона команды европа на кого ставишь в полуфинале сегодня финальный перелон не знаю после игры обсудим я возможно америку тоже америку возможно тоже игрок ликрит но это не ликрит они увидят что они могут поставить на контроль борт они не могут поставить на контроль борт это где у меня есть аааааа салас с дронс рингом я снижал они пытаются фейкить агро на ашера вы не можете с реллианной солдой потому что они будут его Они опять 50 на 50 заберут Ой, хорош Ну, это не Экспект Экспект, ну... Ладно Реклос, Реклос Минус Реклос Минус Реклос Перк живой, Перк живой Капс убейте Кустас есть? Хорош Элиза убейте, Элизу Главная Элиза Пофиг на Грагаса Элиза, это барон Найс, найс, найс Блин, Трика Экспект Большие молодцы Это барон плюс Элдор должен быть для нас И потом уже осторожно пытаться играть У нас еще ТП приорити есть Мы в этой игре сейчас лидируем очень сильно На гол тоже пофиг Сос, пожалуйста, не застильбочку, умоляю тебя Это было близко 50 хп было Но 50 хп больше смайт был, чем он засмайтил Ладно Трик не ошибается обычно Ой, какой хороший Экспект Просто красавчик Экспект Элдор, хорош, хорош, хорош Патина Очень чувствую, что недолгие серии будут Так, что нам делать Я думаю, ну ТП уже там есть Я не думаю, что мы будем сплитпушить против их композиции Хотя мы знаем, что у Ани нет флеша Поэтому, ну Грагаса и слэш Мы не будем рисковать Я думаю, мы в пятером помиду просто пойдем Или, возможно, будем играть очень осторожно 1-4-0, очень осторожно Потому что против Ани твича и Грагаса С лэшом это опасно Что они делают вот такую шнягу Они могут заингелить 4-5 Ой, 5-4, ну, пока мы в четвером Просто с лэшей и убить нас до тех пор, пока Камила сделает ТП Все-таки из-за того, что ТП по нерфе или ТП кастуется 4,5 секунды Ты пока его скастуешь, ты можешь прилететь уже тогда, когда тимфайт закончится Если там, ну, есть много контроля И чемпионы слэши могут играть, как Ани и Грагас Да, Лазань, ты бы, наверное, нереально целтанул бы сердце, екало только так Хорош? На топ, на топ, на топ, на топ У нас два дракона, у нас Альдер неплохо деможи дает Ботарок рейс, да, он Ботарок собирает А Ботарок сейчас хорош сам по себе Много АД дает лайфстил, Ботарок нормальный сейчас Против композиции тоже хорош Да, он сделал свой работ, но ты не можешь его поменять за это И он плачет очень сильно в лейтем Нет больше стратеги как 0.5-8-спитча Это может быть 20% и ты играешь в триплые мерки Это значит, что сейчас... Лесо, смотря на спрей и прей, несколько таргетов Мы влажаем, а рекорд на наиболее На юг, а теперь В процессе проблемы не уйдут, что они не имеют Редемпшн и Локк. Эти действительно хорошие игровые итики Мы имеем на юг, а на юг и на юг Я, кстати, думаю, что мы не... Не, не уверен, что мы опять будем драфтить так же, независимо от схода этой игры. Отлично, супер, 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 всё хорошо. Сколько у нас Элдера ещё? Элдер заканчивается, барон ещё есть. Ну, на Грейсе мастерка взята, на нём барон чуть дольше висит, да и Элдер тоже. Мы можем с Грейсом чуть дольше барон баф использовать. У него на 45 секунд барон баф дольше висит. Найс. Ой, ну, ну, можно было по соусуу играть, он не имел права так летать. Вот, Экспек мог только что влететь в плеча, сразу же. Ариана была рядом, там бы шоквейк пошёл инстантный. Можно было в плеча вам шатнуть. Ну что, 4-0-1. В чем силы этого Лас Виспера, который у Звена? Кстати, эту игру я не уверен, почему он его взял. Даже не знаю, для чего он его взял. Так как там нету Редемшена и ничего нету. Это режет хилл. Допустим, ну, против Грагаса он в разы эффективнее, чем другой, потому что Грагас очень много хилится из-за пассивки спиртвизажа. И всё. Ну, у Твича небольшой Лас Виспера, но в целом ему другой Лас Виспера был бы полезнее. Я думаю, что просто в последнее время, из-за того, что саппорты всегда с Редемшенами, там танки или ещё кто-то лайфстилится, то он просто взял, чтобы... Но он ошибся, ему другой Лас Виспер нужен. Тем более, там ХП у всех больше, чем у него. Второй Лас Виспер вообще прекрасно, ну, он по всем бы работал. Даже Твичи. Потому что Твича Фрозенмаллет ещё. Если не ошибаюсь, Твича Фрозенмаллет там больше, как почему, из реля. Найс. Твич ждёт. Реклесс сумасшедший. Хороший шоквейв. Капс, по идее, умрёт. ХОРОШ! Экспект, красавчик. ГГ. 1-1. Экспект, я тебя люблю, ты просто боженька. Эбэшечку, да, ещё? Блин, как это плотно было. И жетвер посмотрел. У нас еще 2-1, но Xia1他是 1-3. У нас как Борц Create! Серия боится. Блин, а какие они не в совершенно росстаные. 確ку просто вот так поспелят от хокшан'а. Найс, 1-1! Фуууууууу. У нас серия боится. 자ятия боятся. Блин, а какие они нереально уставшие. Трик, трик уже просто вот так уже съехал. Пожут. И Ебэшли в серии 1-1. И это EVEREista tissue! И совершенно не 아с из шоку. и не жертва. Субтитры сделал DimaTorzok